Я пока в растерянности, на моей памяти не было такого в принципе. Как вообще с этим живут, когда Голова Густаса уходит в старт, я не знаю, не представляю, мне сложно понять свои ощущения, эмоции. Я в чем-то согласен с теми людьми, которые думают, что ничего не изменится, потому что понимаем, что это была смена власти, а не путем каких-то там выборов. И сейчас исполняющий обязанности президент – это человек, который в общем-то с президентом был с самого начала. Той же формации, тех же идеалов, тех же ценностей, придерживающихся. Не знаю, я жду новости о выборах и, собственно, жду тех людей, которые будут баллотироваться с президентом. Когда я услышала эту новость, я была просто в шоке. Просто в шоке, потому что, если честно сказать, то Назарбаев – это был мой кумир, прогрессивный деятель, вообще умница такой образованной. Ну, очень я была расстроена. Ну, что делать? Такой был его выбор, конечно. Я надеюсь, что новый президент будет следовать политике избранной господином Назарбаевым. Вот просто очень надеюсь на это. Как говорится, дорогу молодым. Как вот Ельцин Путину дал дорогу, так и вот сейчас Назарбаев старается тоже. Уже, ну, года-то подводит, все равно здоровье не то и так далее. Поэтому я думаю, молодец, красавчик, правильно делал, сделал. Я человек возрастной, я помню, как он приходил, теперь я вижу, как он ушел. Что я ожидаю? Честно говоря, особых изменений не ожидаю. Боюсь, конечно, немножко, что будут беспорядки, вот, временные какие-то. А потом начнется большая подковерная игра между всей этой астанинской стаей товарищей по поводу того, кто займет теперь главный пост. 35 человек власти, были плохие моменты и хорошие, но, наверное, я бы оценил в целом его работа как хорош за все это время. Ну, отношусь положительно, наверное, это будут какие-то изменения. Лучшую сторону, я надеюсь. Ожидание? Ну, что, возможно, ожидаем-то мы, конечно, всего, чтобы будет либерализация, чтобы будет чуть побольше свободы, не будет блокировок интернета, глупость. Но что мы получим, это другой вопрос.